Ну вот отказ Обамы встречаться с Путиным можно как бы рассматривать через несколько аспектов. Ну первый аспект такой эмоциональный. В конце концов Путин это тот человек, который запустил в России такие антиамериканские настроения. И они это фиксируют. Проблема здесь не в Сноудене, а именно в том, что вот это двуличие, то есть хотим дружить, но при этом для внутреннего пользования используем антиамериканские настроения в отсутствие национальной идеи, значит в качестве новой национальной идеи, что это недопустимо, что это вы хотите быть частью мира, это как бы за рамками приличий. Второе, надо иметь ввиду, что вот конфликт России и США, он существует только в наших головах, потому что мы все еще живем в том мире, когда было противостояние, двуполярный мир, значит социалистический лагерь, капиталистический лагерь, там два лидера США и СССР. Сегодня такой проблемы нет. Сегодня в экономическом плане и в политическом Россия гораздо слабее. И да, США пытается выстраивать свою какую-то гегемонию. И хорошо это или плохо, другой вопрос. То есть я не уверен, что это точно плохо. Но выстраивая эту гегемонию, допустим, если по отношению к Сирии можно как бы допустить силу, если Китай можно как бы отгородиться от него, сказать, что вы живете по своим правилам, мы с вами взаимодействуем только в экономическом смысле, и не вмешиваемся в вашу политику. С Россией так нельзя. Это все-таки часть Европы. Это все-таки большая ядерная держава, с которой надо разговаривать. Вот тон этого разговора сейчас нас чему-то научить. Я, честно говоря, не считаю, что это плохо. То есть как бы надо учиться. Это не значит, что надо полностью во всем как бы следовать рекомендациям, но урок о том, что двуличие сегодня в открытом инфляционном пространстве это очень плохая политика, мы получили. Вот. И надо Путину или, может быть, не Путину, а может быть, кому-то следующему, кто за ним придет, если он уже не сможет это понять. Значит, надо научиться все-таки понять, значит, кем мы будем, в каком качестве Россия будет частью глобального мира. А то, что мы будем частью мира, у меня не вызывает сомнений. И то, что наша экономика все больше и больше зависит от экономики США, это тоже очевидно. Поэтому слышать чужие советы нужно обязательно.